Дельфинотерапия в Сочи появилась не так давно, но необходимость в ней, как показывает практика, была. В городе проживают десятки малышей с особенностями развития, а для них подобная реабилитация, утверждают специалисты, просто необходима. Засегдата и местного дельфинария – это ребята с ранним детским аутизмом, мозговой дисфункцией, детским церебральным параличом, синдромом Дауна и задержкой психоречивого развития. Ну и вчера вот у ребенка такая динамика была положительная, не знаю, мне очень понравилось. С малышами здесь занимаются дельфинотерапевты-психологи, но все же главные врачи в данном случае – это самые умные и дружелюбные морские животные. В дельфинарии их шесть – Йока Юнона, Фрэнк и Жасмин, Лелик с Боликом. Активное участие в играх принимает и Белуга Каспер. Игра – это главная часть 25-минутного сеанса. Детям нравится, почему дружить с дельфиной, потому что они игривые, потому что они разговаривают с ними с помощью тресков, звуков, но им это очень нравится. Для здоровых это положительные эмоции, оздоровление. Для детей с особенностями в развитии – это какой-то толчок, который дает дальнейшим специалистам легче заниматься с этими детками. Родители, выбравшие для своих чад именно такой способ терапии, уверены, что дельфины избавят их малышей от различных фобий, нормализуют их психическое состояние. Правда, для большинства пациентов встреча с дельфинами – это стресс, но есть и детки, на которых дельфины оказывают положительный эффект уже после первого занятия. Она вызывает только положительные эмоции, он приходит весь в восторге и в течение дня разговор только об этом. Он сказал, что он будет морским ветеринаром, чтобы лечить дельфинов. Мне нравится на двух кататься дельфинок, потому что они быстрее плывут. То, что дельфины – это единственное животное, которое ищет дружбы с человеком без корыстных целей, говорил еще в Плутарх. Подтверждается это и сегодня. Морские обитатели работают с детьми на энтузиазме, отмечают тренеры. Никаких вознаграждений, к примеру, как во время представлений, дельфины не просят. Совсем скоро своими уникальными особенностями эти животные будут делиться и со взрослыми.